Хайский народ В первой части было отмечено, что сочинение «История Хаев» под псевдонимом «Агафангел», скомпилированное на основе агеографии «Житие Григория», помимо того, что на 90% представляет собой пересказ Евангелия, оно изобилует абсурдными вымыслами не только противоречащими истории, но и вообще не имеющими к истории никакого отношения. Охватить их всех означало бы превратить наш разговор в многодневную академическую презентацию, но поскольку мы не преследуем такой цели, хотя подробный анализ всего произведения был проделан, Остановимся на нескольких основных доказательствах, свидетельствующих о том, что в 301 году никакого объявления христианства государственной религии, никогда не существовавшего государства Хаев на территории существовавшего государства Римской империи, не было и не могло быть. Точно так же, как и в случае с другими произведениями так называемой хайской классической литературы, доказательства предоставляют сами же фальсификаторы. Так называемые эксперты из среды Национальной исторической школы Хайастана и те, кто подпевает им из российского, европейского или американского пространства, могут сколько угодно жонглировать пафосными выражениями о том, что это сочинение отличается исключительной точностью, достоверностью, подробностью и т.п. Но внимательное прочтение написанного сразу же с первых же параграфов этого фальсификата со всей очевидностью раскрывает его абсолютную непригодность как исторического источника. Для начала отметим, что национальный текст истории Хаев отличается от разноязыких о географии жития Григория наличием непомерно растянутого на 17 параграфов предисловия, занятого вычурным рассказом об испытаниях мореплавателей в бурном океане, уподобляя их тяготам на пути познания, не имеющего в целом никакого отношения к истории. На первый взгляд может показаться, что это вступление является плодом воображения самого автора, изобретавшего сцены штормового моря, испытаний мореплавателей, чтобы выстроить на основе собственных фантазий некий философский нарратив. Однако даже эта, не имеющая никакого отношения к истории, вступительная часть истории Хаев, с первого по 17 параграф скомпонована из целого ряда сюжетов, извлеченных из Библии, конкретно из Псалтеря, из Книги Царств и Евангелия от Матфея и Луки. Причем первые же строки вступления буквально цитирует Псалом 106, стих 30, о желании мореплавателей достигнуть пристани с чувством радости и умиротворения. То есть даже первые вступительные параграфы, которые фальсификатор, казалось бы, мог бы написать чисто от своего имени, являются плагиатом. Кстати, здесь же во вступительной части сочинитель сообщает о том, что его труд посвящен хайскому народу и стране Хаев, многократно повторяя нашей стране Хайской, нашему хайскому народу, нашему Хаестану. Но уже следующий, 18-й параграф, в котором фальсификатор приступает к повествованию, якобы имеющим какое-то отношение к историческим событиям, сразу же уничтожает все сочинение, как никчемную фальшивку. Цитируем параграф полностью. С ослаблением царства Парфянского низложено было вложи владычество Артабана, сына Вагарша, убитого Ардаширом, сыном Сосана, Нахараром из области Стахарь, прибывшим и вошедшим в сговор с персидским войском, которое покинуло, отставило, отвергло и пренебрегло властью Парфян и с радостью дало предпочтение правлению Ардашира, сына Сосана. Когда эта печальная весть о смерти дошла до хайского царя Хасрова, в оригинале Хасров в договор Нхайоц, Хасров царь хайский, который был первым в персидской державе, ибо тот, кто был хайским царем, тот был вторым в персидском государстве. Хотя до него давно дошла печальная весть, однако он ничего не смог предпринять для подготовки к войне и после этого продолжал пребывать в великой печали из-за происшедших событий, ибо ему ничего не удавалось сделать. В великой печали по поводу случившегося он пустился в путь и вновь возвратился в свою страну. Это, кстати, текст официального издания «Вырывание» в 2004 году, перевода Агафангела. Перевод был сделан армянскими лингвистами Тердавтяном и Аревшатяном, так что это достоверный перевод на русский язык из исходного оригинального армянского текста. Сказанное в этом параграфе абсолютно неприемлемо в качестве исторической информации, поскольку полностью противоречит хронологии и содержанию событий в действительности, происходивших в регионе. Прежде всего, Ардашер не был сыном Сасана. Он остался в истории под именем Ардашер Пабакян, то есть сын Пабака, и был известен под этим именем во всех литературных источниках и всем историкам во все времена, за исключением, разумеется, фальсификатора, сочинявшего под псевдонимом Агафангел. Более того, когда Шафиншах Парфии, Артабан V или Арсак 49, в 224 году погиб в сражении с персами во главе с Ардаширом I, Парфянин Хасров II Арсакит либо еще не родился, либо был еще младенцем. Дело в том, что дата его рождения неизвестна, но историки единодушны во мнении, что он родился в период между 225-230 годами. Фальсификатор же, заявляя, что в год гибели Артабана в 224 году правителем провинции Армении, которые делили между собой Римской и Парфянской империи, был Парфянин Хасров II, установил тем самым отправную точку для грубо искаженной антиисторичной хронологии, превращающей все это сочинение в нагромождение абсурдных и нелепых вымыслов. Хасров II пришел к власти только 28 лет спустя после этого события, в 252 году, после смерти своего отца Теридата II. Разумеется, Хасров никак не мог сражаться, тем более 11 лет подряд, как выдумал для себя фальсификатор, с Шахеншахом Персией Ардаширом I. Но именно с этого обмана, с этого разрушительного для всего сочинения вымысла начинает свое повествование фальсификатор, сочинявший историю Хаев под псевдонимом Агафангел. Но, разумеется, это далеко не единственный ляпсус этой так называемой «достоверной» фальсификации. Искореженная хронология, заложенная нережественным сочинителем в основу сочинения, становится основным отправным пунктом для бесчисленных абсурдных измышлений, которые просто невозможно вместить в относительно короткое видео на YouTube-канале. Но, тем не менее, мы рассмотрим еще несколько примеров, доказывающих, что сочинение под псевдонимом Агафангел – неприемлемый антиисторичный фальсификат. Важно отметить, что Агафангел, якобы автор этого сочинения, утверждает, что все описанное в этой книге он видел собственными глазами, то есть является живым свидетелем и очевидцем каждого события и происшествия, о котором он сообщает в своем повествовании. При этом он не приводит никаких объяснений по поводу того, почему ставленник римской власти откуда-то из восточных окраин Восточной Анатолии отправляет делегацию из-за тысячи верст в далекий Рим именно за ним, римлянином Агафангелом, который пишет о себе самом, что он человек, изучивший римскую и греческую литературу. Но таких людей, знакомых с римской и греческой литературой, в Римской империи были сотни тысяч. Наконец, если он видел все собственными глазами, то как этот автор мог быть очевидцем войны Артабана V и Ардашира I в 224 году, где-то на окраинах современного Ирана, и завершить свою историю где-то после 331 года, после предполагаемой традиции даты смерти Григория Просветителя. То есть это по меньшей мере 108 лет непрерывных наблюдений собственными глазами. И подобных вопросов можно задать десятки. Как было отмечено, поместив Хасрова II в 224 году, когда Хасров еще не родился, сочинитель установил совершенно абсурдную точку отсчета на шкале времени, создав таким образом абсолютно искаженную хронологию, которая уничтожила все сочинение. Фальсификатор выдумывает сценарий покушения на Хасрова II со стороны парфянина по имени Анак, перешедшего на сторону Ардашира I, который обещал богатое вознаграждение тому, кто убьет Хасрова. Когда Анак вместе со своим братом совершает наконец это убийство, Ардашир захватывает владение Хасровой, разоряет и грабит его страну. Но при этом сына Хасрова, младенца по имени Тередат, это тот самый будущий Тередат III, удается спасти и вывести на территорию Римской империи. Жонглируя именами исторических личностей ради изобретения не существовавшей прежде истории, невежественный фальсификатор не отдавал себе отчета в том, что он создает убийственную для своих же вымыслов картину. В параграфе 37 он пишет, что младенец Тередат, как сын Хасрова II, римского ставленника в римской провинции, после гибели отца, убитого, кстати, в 252 году, был доставлен к некоему князю по имени Лициний, где он воспитывался и обучался. То есть, если к 225 году добавить 11 лет непрерывных войн Хасрова с Ардаширом, выдуманных сочинителем, то получается, что младенца Тередата привезли в имение князя Лициния в 236 году. Но кто же этот князь Лициний? А князь Лициний, имя которого фальсификатор включил в свои фантазии, это никто иной, как Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний, который стал императором Римской империи в 308 году. А невеже, изобретавший историю Хаев под псевдонимом Агафангл, понятия не имел о том, что Лициний только родился в 263 году. То есть, сразу после убийства Хасрова II в 252 году, младенца Тередата в 236 году привезли князю Лицинию за 30 лет до рождения князя Лициния в 263 году. С этим хронологическим хаосом, созданным невежественным фальсификатором, может сравниться разве что хронологический хаос фальсификации других сочинений классической хайской литературы. Можно сутками разбирать бесчисленные бредовые измышления, которые нагромоздил в своем сочинении Невежа, изобретавший историю Хаев под псевдонимом Агафангл, но такая работа выходит далеко за рамки видео на YouTube-канале. Тем не менее, приведем еще один пример. С параграфа 39 по 46 фальсификатор изобретает чудовищно невежественную выдумку, которая, разумеется, не имеет никакого отношения к истории, но в хайской национальной историографии она считается достоверным и точным описанием событий, которые, к тому же, фальсификатор якобы видел воочию, то есть собственными глазами. По его словам, после совершенно невозможного поселения Тередата во дворе во дворце князя Лицыния, под покровительством Лицыния Тередат вырастает в сказочного великана с невероятными физическими параметрами и способностями. И далее, с параграфа 39 начинается изобретение вымысла, который должен потрясти воображение хайского читателя сказкой о неимоверной физической мощи Тередата. Для этого Агафангел выдумывает текст некоего послания, в котором какой-то безымянный вождь Готов, якобы где-то в 250-е годы, это по извращенной хронологии фальсификатор, вызывает на поединок безымянного римского императора, предлагая не уничтожать войска, а сразиться один на один. В следующем, параграфе 40, фальсификатор сообщает, что безымянный римский император был трусливым и хилым человеком, и потому, цитата, «не мог согласиться выполнить требования, изложенные в послании, так как был тщедушен. Он устрашился и убоялся, ибо не знал, что ответить на послание». Тогда этот трусливый и тщедушный император рассылает гонцов ко всем князьян и войскам, повелевая немедленно поспешить к нему на помощь. Просьба запомнить этот момент, потому что далее это поможет вам лучше понять масштабы того идиотизма, который выдается национальной традиции за точную и достоверную, в кавычках, историю. На этот призыв тщедушного, трусливого и безымянного императора Рима якобы спешит и еще не родившийся лициней со своим войском, прихватив с собой заодно и теридата. «По прибытии в какой-то безымянный город, в котором прятался этот безымянный тщедушный император, лициней предоставляет ему своего воспитанника, сказочно могучего великана теридата, сообщая при этом, что он и Тухметагаварин Хайоц Ашхарин из династии царей Хайской земли». Вот так вот, и никак не иначе. «Не парфянин, не потомок скифской династии Арсакитов, а Хайский царь Хайской земли. Трусливый и безымянный император решает нарядить теридата в свои пурпурные одеяния и отправить его вместо себя на сражение с безымянным вождем Готов. Разумеется, теридат, цитата, «победил царя Готов и, схватив его, привел и поставил перед императором. Безымянный, трусливый и тщедушный римский император, обрадованный счастливым избавлением и из напугавшего его этой ситуации, цитируем далее, «премного возвеличил теридата, одарил его великими милостями, возложил на его голову корону и почтил багряными хламидами, после чего отдал ему, принявшему облик императора, вознесенному великолепием императорских украшений, большое вспомогательное войско отправил его в его собственную страну Хайскую, в оригинале Ашхарин Хайотс, страна Хайская». А теперь, внимание, из написанного в параграфе 46 становится ясно, кем же был этот безымянный, тщедушный и перепуганный император, трусливо бежавший от поединка с предводителем Готов. Римским императором, по велению которого в реальной истории, в 287 году, Парфянен Теридат III был отправлен наместником императора в римскую провинцию Армения, был одним из выдающихся личностей и руководителей в истории Римской империи, полководец, одержавший множество побед в боях с противниками Рима, Гаев, Аврелий, Валерий, Ди, Аклетиан. Помимо того, что эти галлюцинации невежи, сочинявшего под псевдонимом Агафангел, уничтожаются хронологическим хаосом, который он создал на страницах своего сочинения, катастрофическим не только для выдумок сочинителя, но и для всей национальной исторической школы Хайстана, является тот факт, что по утверждению национальной историографии этот мнимый Агафангел, согласно его же повествованию, был римлянином и жил в Риме именно при императоре Диоклетиане. То есть он был и соотечественником, и современником императора Диоклетиана, но при этом сочиняется сказка о каком-то безымянном, тщедушном, трусливом царе, которого якобы спасает от унижения и гибели сказочный великан Теридат. Таким образом, невежественный сочинитель сам доказал, что никакого Агафангела в III веке не было. Ибо, если бы он действительно был, то как же он, живя в Риме, в одно время со знаменитым императором Диоклетианом, понятия не имел ни о его имени, ни вообще о его существовании. Ни разу не упомянув им о Диоклетиане, в связи с появлением Теридата в роли ставленника Рима в восточных окраинах Римской империи, он изобретал в своих галлюцинациях образ какого-то безымянного, тщедушного и трусливого человека, который прятался в какой-то безымянной крепости от поединка с каким-то безымянным вождем готов. В последующих главах фальсификатор все же использует имя Диоклетиана в своих абсурдных вымыслах, но в контексте абсолютно бредовых фантазий, не имеющих ничего общего с историей. В реальной истории назначение воспитанного в Риме наследника парфянской царской династии Арсакидов Теридата III на должность наместника императорской власти в провинции Армения было сделано по условиям мирного договора, заключенного в 287 году императором Диоклетианом с Шахиншахом Бахрамом II. Но соотечественник и современник императора Диоклетиана и одновременно летописец Теридата III оказывается, абсолютно ничего об этом не знал. Вот оно, истинное лицо и содержание грубого фальсификата, который нагло выдается за самое точное, самое достоверное описание истории хаев. Ссылаясь на этот антиисторичный фальсификат, хайская историческая школа раздувает миф о том, что в 301 году государство Хаистан впервые в истории объявило христианство своей государственной религией, находясь при этом на территории государства Римской империи. Помимо грубейших искажений хронологии, безграмотный сочинитель вычеркнул из истории имена сразу четырех знаменитых правителей империи Сасанидов, правивших в период описываемых событий и с которыми взаимодействовали римские императоры. Это Шахпур I, Армист I, Бахрам I, Бахрам II, хотя именно в этот период якобы и жил этот мнимый псевдоним Агафангел. За период правления этих шахеншахов с 242 по 292 год сменилось более десятка римских императоров, о существовании которых невежественный фальсификатор даже не догадывался. Именно по этой причине, не зная ни имен, ни времени правления римских императоров, он маскировал свое невежество под общей фразой «греческий царь», называя так римских императоров. Кстати, греческими правители Восточной Римской империи, Византии, стали называть только седьмого века, что еще раз свидетельствует о том, что фальсификатор изобретал свою невежественную историю в гораздо более поздние времена. Таким образом, вместе с правителями государства Сасанидов, невеже, которого в хайской традиции называют Агафангелом, вычеркнул из истории также и целый ряд римских императоров, которые находились у власти в период после правления персидского шафиншаха Ардашира I, который умер в 241 году, и до прихода к власти императора Диоклетиана в 284 году. Это были хорошо известные в истории правители великого римского государства Нумериан, Марк Аврелий, Проб, Флориан, Тацит, Аврелиан, Квинтил, Клавдий II, Галиен, Эмилиан, Трибониал Гал, Деций Троян и Филипп Араб, но очевидно, что так называемый Агафангел ровным счетом ничего не знал об их существовании. А вместо своего современника, знаменитого императора Диоклетиана, он описал некое безликое, безымянное, тщедушное и трусливое существо. Но несмотря ни на что, это скопище нелепых вымыслов выдается за достоверный исторический документ. На этом завершается вторая часть разоблачения фальсификации мифа о том, что в 301 году никогда не существовавшее в прошлом государство Хайастан объявило христианство своей государственной религией. В следующей, третьей части, речь пойдет непосредственно о том, почему эта выдумка о хайском первохристианстве абсолютно невозможна. Будут раскрыты конкретные факты, доказывающие полную несостоятельность вымыслов о фантастическом массовом обряде христианского крещения одной из провинций государства Римской империи в самом начале IV столетия. Обязательно посмотрите третью часть.